Здравствуйте, товарищи! Сегодня Центральный Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. При этом он дал понять, что в будущем он эту ключевую ставку поднимет, очевидно, до 17%. Казалось бы, такое решение никому не выгодно. Всем хорошо известно, что при такой высокой ключевой ставке становятся неподъемными для получателей кредитов кредиты. Значит, получается, что невозможно развивать производство за счет кредитов. Между тем, как известно, кредит – это основной источник быстрого развития производства, централизации и концентрации производства и капитала. Тем не менее, если такая мера принимается, значит, она осуществляется в чьих-то интересах. И вот чтобы понять, в чьих интересах она осуществляется, давайте посмотрим на следующее обстоятельство. От уровня ключевой ставки зависит не только кредиты для предпринимателей, для капиталистов. От уровня ключевой ставки зависит размер процентов по вкладам в банки. Известно, что если брать население России, то только 30% населения России имеет вклады в банках. Мы понимаем, что речь, наверное, идет не о каждом жителе России, начиная с малолетнего возраста, а о тех, кто может открывать такие вклады. Приминг – их численность, численность таких людей за 120 миллионов. Это означает, что вклады имеют 36 миллионов граждан России. Статистика говорит о том, что 1% вкладчиков располагают 50% от общей суммы вкладов в банках. На сегодня вклады в банках составляют около 45 триллионов рублей. Это означает, что 1% вкладчиков имеют сегодня вклады на сумму 22,5 триллиона рублей. Если мы поделим количество тех, кто обладает вот такими большими вкладами, принимаем внимание количество этих вкладчиков, их 360 тысяч, то есть 1% от 36 миллионов вкладчиков. Итак, 360 тысяч имеют вклады на сумму, общую сумму 22,5 триллиона рублей. Это означает, что в среднем на вкладчика приходится более 60 миллионов рублей. Если бы сохранялась та ключевая ставка, которая была в июле прошлого года, то есть 7,5%, то вкладчики получали бы по своим вкладам не более 7% в банках. Сегодня, когда ставка находится на уровне 16%, я говорю о ключевой ставке, проценты по вкладам достигают 15%, то есть прирост где-то за год на 9% пунктов. Что это означает, если мы переведем теперь это в рубли? Это означает, что сегодня наиболее богатые вкладчики получают по процентам на 2 триллиона рублей больше, чем они получали бы, если бы сохранилась прежняя ключевая ставка и, соответственно, прежний процент по банковским депозитам. 2 триллиона рублей. Значит, в среднем на вкладчика это порядка 5 с лишним миллионов рублей в год. Совсем неплохо. Это значительно больше, на порядок больше, чем обычные заработные платы. Я не беру среднюю, а, скажем, заработную плату, которую получает большинство граждан России. Но 60 с лишним миллионов рублей – это не самый большой вклад, как мы понимаем, это лишь средний вклад. Несомненно, что среди наиболее богатых вкладчиков имеются миллиардеры. Так вот, от повышения ключевой ставки на 9 процентных пунктов, миллиардер выиграл в размере 90 миллионов рублей. И это, так сказать, получено таким образом, что он палец о палец не ударил. Не надо ничего предпринимательствовать, не надо рисковать, не надо напрягаться. Ты живешь спокойно, припевающе, а тебе на счет защищают через год дополнительно 90 миллионов рублей. Вот жизнь за счет процентов – это жизнь называется рантье. Рантье – это самый паразитический слой, который не играет никакой положительной роли, созидательной роли в каплистическом производстве, а является паразитом на теле этого производства, а в конечном счете на теле рабочего класса. Вот именно рантье выиграли от повышения ключевой ставки на 16 процентов. По факту именно в интересах рантье Центральный банк держит такую высокую ключевую ставку. Поэтому мы можем смело сказать, что сегодня Центральный банк России – это слуга рантье, то есть паразитов на теле экономического организма. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова